У членов Щелковской ветеранской организации за время пандемии накопилось множество новостей, а также предложений касательно рабочей деятельности. Так, на первой встрече Президиума Совета ветеранов на повестку было вынесено сразу несколько важных вопросов. Первый из них коснулся переименования организации. Мы до сих пор честимся районной, Щелковской районной общественной организации ветеранов войны труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. А у нас уже городской округ. По окончанию обсуждения данной темы было принято решение провести конференцию 29 сентября. Собравшиеся поговорили о проделанной работе Совета ветеранов во время пандемии. Несмотря на непростые обстоятельства, организация активно продолжала трудиться. Поскольку мы никуда не выходили, но на телефоне, онлайн, эта работа проводилась. Были организованы концерты, вы знаете, вы это тоже показывали для участников Великой Отечественной войны. Были ряд мероприятий по посадке деревьев. Мы все равно работали, помогали вместе и медали выручали. Честно говоря, приятно, что даже эта болячка страшная, она нас не разъединила. Все равно мы помогали друг другу, чем могли. Также на собрании члены ветеранской организации обсудили подготовку к предстоящей спартакиаде. Мероприятие должно было пройти еще в апреле, но из-за очевидных причин его пришлось перенести. Сейчас событие намечено на начало октября. В этом году мы хотим уже назвать это не спартакиада, а фестиваль. Фестиваль активного долголетия. Также он будет приурочен к Дню пожилого человека. День пожилого человека у нас 1 октября. На встрече обсудили и ряд других тем. Например, запланированную поездку активистов Совета ветеранов на экскурсию в парк Патриот, расположенный в Кубинке. Мария Буржинская, Александр Рожевский, Щелковское телевидение.